Каркасный дом класса люкс. И вот как это выглядит в результате. Еще раз, это каркасный дом. Друзья, всем привет, с вами Владимир Колосов, компания Колосов Хаус. Мы строим каркасные дома по правильной каркасной технологии в Москве и Московской области. Сегодняшнее видео довольно необычный для меня формат. Я, кстати, сейчас нахожусь в нашем новом офисе, в переговорке, где за моей спиной есть разные образцы материалов, но не суть. Так вот, под роликом, который назывался «10 мифов о каркасниках», в котором я рассказывал о том, какие вообще существуют мифы, и некоторые из них опровергал. Если вы не видели этот ролик, можете посмотреть его по ссылке в описании под этим роликом. Под этим роликом развернулась настоящая баталия не на жизнь, а на смерть. Один из комментаторов скинул ссылку на ролик, который я до этого никогда не видел и хотел бы сейчас посмотреть этот ролик вместе с вами. А именно, каркасный дом класса люкс. Интересно? Давайте посмотрим вместе. Итак, я включил запись экрана. Вот этот ролик. Еще раз, если не видели, посмотрите обязательно. И теперь опустимся в комментарии. Комментарий. А вот, кстати, хороший комментарий. Давайте человеку пару... Люблю, знаете... Вот поставим ему сердечко, пусть думает, что это значит. Люблю конструктивную такую критику, адекватную. Почему нет? У каждого свои эмоции есть. Вот, значит, человек написал миф 112, богатый, состоятельный и просто изучивший тему люди в каркасных домах не живут. Кстати, интересно, когда человек так пишет, он подразумевает, что это миф и на самом деле они живут. Или все-таки это он имеет в виду, что они действительно там не живут. Ну так вот, и вот, значит, Михаил Понедельник. Михаил, спасибо большое. Он скинул ссылку на два ролика. Первый ролик я видел уже много раз, а вот второй ролик для меня стал открытием. И я бы хотел посмотреть его вместе с вами. Давайте на него нажмем. Значит, ролик... Сразу скажу, ролик идет как некий такой... Ну, не таймлапс, ну, нарезка. Сначала нам покажут его экстерьер, потом покажут внутри. Экстерьер не менее интересен, но то, что внутри, меня очень поразило. Сначала там идет демонтаж текущего здания, мы это сейчас быстро пропустим. Вот уже, собственно, залили цоколь. Цокольный этаж заливают. Стоит опалубка. Обратите внимание, что используют двутавровые балки. Давайте даже вот так увеличим экран. Вот используют двутавровые балки на перекрытие. Везде они используют пленку Тайвик, тоже очень любят. И снаружи у них идет фанера. Причем я так смотрю не везде. То есть, потом поверх они еще, видите, монтируют... Ну, здесь мне сложно понять. Либо это клинкерная плитка, либо это полноценный как-то кирпич. Они еще не кладут, как кладку делают. Как вы работаете по-настоящему, вы знаете, сходу, 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 сходу. Это связано с домом. Потому что это фор-гараж. Говорит... Я хоть и знаю английский, но здесь он что-то такое сказал. Но я услышал, что там четыре гаража. Фор-гараж. По идее, по-моему, следующая фраза будет set-up. Лучший способ забраться в эти гаражи, попасть, это создать круговое движение в центре. Сделали зону отдыха, причем он называет это водяная скамейка для сидения. Ну, если дословно. Водопады какие-то не так далее. Ландшафт уже слопен. Мы используем этот слопеный градус в ландшафте для наших преимуществ. И, в самом деле, мы как-то улучшили это немного, чтобы улучшить революцию пулы. Так что вы получили вторую ландшафт в Бахае. А, и он говорит, что я так понял, что они чуть приподняли уровень ландшафта, чтобы получился многоуровневый ландшафт. Что, типа, есть бассейн чуть пониже и чуть выше там ландшафт. Ладно, в общем, это бассейн, но вы уже видите, да, еще раз, это у каркасного дома, на участке, то есть, явно, деньги потрачены. Обратите внимание, кстати, что тоже разные идут типы кровли. То есть, фальцевая идет, здесь мягкая черепица. Вот это я, честно говоря, вообще не понимаю, что. Но выглядит очень круто. Ну, вот, собственно, внутренняя отделка. То есть, обратите внимание тоже, что на полу фанера лежит. И вот как это выглядит в результате. Еще раз, это каркасный дом. Это как раз идет зона гаражей, насколько я могу видеть. Опять-таки же, двутавровые балки в перекрытии использованы. Но они использованы не только двутавровые, но вместе с, насколько я вижу, вот металлическими двутавровыми балками. То есть, здесь идут деревянные, когда посередине USB, а сверху и снизу идет, ну, тут непонятно, то ли доска, то ли брусок. И вот параллельно еще металлические укрепления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Давайте посмотрим на их каркас. То, что женщина сейчас говорила, что это все как танец. И вот эти люди, которые работают, надо, чтобы они все друг с другом двигались в одном ритме. И тогда все будет здорово. Единственное, что нельзя было там начать с одного помещения, надо было с другого. Ну, что мы здесь видим? Большое количество вот таких крепежей используется. Но я думаю, для тех, кто, в принципе, видел уже американские каркасики, для них тут каких-то открытий и откровений не будет. Но в целом посмотреть интересно. По крайней мере, результат меня очень сильно впечатлил. И это то качество, которому мы стремимся и которого мне хотелось бы в самое ближайшее время уже достичь и строить подобные дома у нас в России. Хотя я уже предвижу большое количество комментариев, которые скажут, вот, это все у них, там все по-другому. У нас строят полное говно, из говноматериалов, все ужасно. Я с вами не соглашусь. У нас есть нормальные достойные материалы. И нет такого, что все это стоит, как космос. Вот сейчас мы строим из доски камерной сушки, что, в принципе, уже близко к идеальному. Строганые доски камерной сушки, каркас строим, используем хорошую качественную отделку. Уже, я думаю, что нам не так далеко осталось до такого качества. Это уже просто вопрос используемых материалов, дизайнерской фантазии, конструктивных каких-то еще решений. В целом, мы рядом, и я не вижу проблем особых. Я так понимаю, что по потолку тут фермы идут везде. Просто шикарно, шикарно. Меня всегда восхищали вот такие варианты отделки, когда вот есть разные переходы с какими-то углублениями. Вот так очень круто выглядит. Не углубление в плане дырка в потолке, а именно вот, что колонны, не просто ровная колонна, а снизу у нее идет, как такой плинтус или как бордюр. Выступ, выступ, вот это вот все очень симпатично смотрится. Поставьте лайк, если вам тоже такое нравится, и напишите в комменты, что вам вообще нравится. Шикарно. Вот такой домик, такой ролик. В принципе, я, честно говоря, не заходил на канал этот. Может быть, тут что-то будет еще интересное. Но я вижу много домов. Не факт, что они все каркасные. Но я тогда еще поизучаю ее канал. Давайте вернемся на наш канал. У нас, кстати, уже 6000 подписчиков, с чем всех поздравляю. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы с нами. Ну и в целом, я думаю, что можно уже закругляться. Вот такой у вас ролик. Я этим роликом хотел поделиться своим восхищением, которое у меня возникло от того, что реально каркасник не просто каркасник классный. И об этом говорилось в другом ролике, который вот в комментарии того Михаила Понедельника. Там две ссылки на видео. Мы посмотрели вторую. По первой ссылке там просто классный сделанный каркасник. Тоже с классной отделкой. Но вот без лакшери. Просто вот очень хорошо. Возможно, даже дорого. Но просто хорошо. И вот просто хорошо и дорого я уже видел. А вот чтобы люкс видел в первый раз. Если вам это тоже понравилось, еще раз ставьте лайк. Пишите свои комментарии. Пишите, если вообще стоит такого рода ролики записывать. Потому что это больше такой совсем прям блогерский формат. Типа видеореакция на чужие видеоролики. Но я думаю, там много интересного в интернете можно найти. И вместе с вами посмотреть, вместе обсудить. Ну, на сегодня все. С вами был Владимир Колосов. Пожелаю вам хорошего дня. Увидимся на строительстве вашего дома. Компания Колосов Хаус. Всем пока.